Отель Хасбин, несомненно, является чем-то новым в жанре мультсериалов. И, наверное, станет таким же подражанием, как Гравити Фолс от Алекса Хирша. Ведь фанаты Гравити Фолс видят копии своего любимого мультфильма чуть ли не в каждом мультфильме, в котором есть мистика. Стар против силы зла, Гравити Фолс для девочек, злы дни, новый Гравити Фолс, Дом Савы, тоже дешёвая пародия на Гравити Фолс. Амфибия, да там вообще кроссовер, Гравити Фолс, это точно новый Гравити Фолс, я... Также и с Отелем Хасбин. Данную идею для видеоролика я позаимствовал у Содерлинга, так как увидел его видео с копиями про Гравити Фолс. И мне уж очень захотелось сделать что-то похожее, но только уже с Отелем Хасбин и Адским Боссом. Вивьен прошла довольно тернистый путь, чтобы выпустить тот самый пилот. Ведь Отель Хасбин существует, если вы вдруг не знаете, с 2013 года. 7 лет понадобилось Вивьен, чтобы наконец выпустить пилот. И не прошло и года с момента выпуска, как А24 купили права на Отель Хасбин. И уже совсем скоро мы увидим целый сезон по Отелю Хасбин. Я не буду разбирать сегодня прошлое Вивьен, ведь на этом мы можем потратить целое отдельное видео, если конечно же вы этого хотите. Сегодня я вам хочу рассказать о не то, что копиях Отеля Хасбин. Нет, больше о мультсериалах, которые каким-то образом схожи с Отелем Хасбин, в котором Ад выступает домом для главных героев. И которые тоже смогут вам понравиться. А с вас, как обычно, лайк и если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписка и колокольчик. Первый мультфильм, о котором мы сегодня поговорим, он максимально приближен к концепту Отеля Хасбин. Так как он тоже происходит в аду, называется Сатина. Неудивительно, почему Сатину так часто сравнивают с Отелем Хасбин, но все-таки отличия есть. В отличие от Отеля Хасбин, Ад в Сатине это больше похоже на реальный ад, а не какой-либо мегаполис. Да и мультик в первом эпизоде не блещет каким-то сюжетом. Больше похоже на обычный ситком, нежели на полноценный мультсериал с сюжетом. В главной роли мы видим Дэйва, человека, а также отца Сатины. Да, отец Сатины это человек. В интернете до сих пор ходят слухи, каким образом это могло случиться. И наверное пока что это единственная такая прям загадка в Сатине. Также сюжет крутится вокруг Сатины, маленькая демонесса. Кроме этого в мультфильме есть и Люция, мать Сатины, а также по совместительству правительница Ада. Сделанная по подобию Люцифера. О которой мне честно больше нечего сказать. На данный момент, если не считать пилота, вышел один эпизод и один маленький снэкпик. Я не знаю как это называется. И я уже как 4 месяца хочу выложить озвучку. Она полностью готова. И я просто не знаю в какое время ее лучше выложить. Скорее всего она выйдет в этот вторник, но пока что я точно не уверен. Второй мульт, который ближе всего подходит к отелю Хасбин. Злые дни от Никелодиона. В рации о мультике существует некая корпорация, которая за особую плату помогает другим злодеям устраивать всякий геноцид, поиздеваться над жителями или кого-то просто убить. Ничего не напоминает? Ну, адский босс в этом плане мне понравился все-таки больше. Я не слежу за злоднями, но если я не ошибаюсь, то это мини-сериал, который выходит на ютубе. Не на канале Никелодиона. Точнее, на канале Никелодиона, но не на канале Никелодиона, который под ТВ. Надеюсь, меня поняли. И если это не так, поправьте меня в комментариях, потому что я правда могу ошибиться с этим мультиком. Персонажи в злоднях достаточно запоминающиеся, хоть и не такие детализированные и колоритные, как в отеле Хасбин или Адском Боссе. Да чего стоит только Флаффи и Блэкхэт. Да, я считай не смотрел злодней, поэтому сказать много о нем не могу. Но насколько я знаю, там достаточно такая таинственная сюжетная линия, как и в том же отеле Хасбин. И то, что злодни это не просто обычный мульт с гэгами и бессюжетной линией, а все-таки достаточно интересный мультфильм, в котором можно поотгадывать и поизучать сюжетную линию. И последний мультфильм, про который я бы хотел рассказать, который близок по стилистике с отелем Хасбин. И некоторые даже говорят, что Вивьен нагло слезала все с этого мультфильма. Хотя, это не так. Честно, я даже вижу больше параллелей с Дома Мсавы, чем с этим мультиком. Так как главный герой в этом мультфильме тоже человек, который попал в ад. Точно так же, как и Луз, человек, который попал в магическое измерение. Но перед тем, как я расскажу вам про этот мультфильм, я бы хотел вас просто попросить поставить лайк и подписаться на канал, если вы же это его еще не сделали. А также не забывайте нажимать на колокольчик. Я понимаю, что это покажется, наверное, слишком, но на 100 тысяч подписчиков вас ждет достаточно интересное событие. Такого на русском ютубе, честно сказать, я еще не припоминал. А учитывая то, что 90% канал смотрят без подписки, сделать это будет достаточно сложно. А мне часто пишут в комментариях то, что я делаю крутые видео получше, чем у каналов-миллионников. Хотя я даже не стараюсь над ними особо. На мои видео уходят всего лишь два дня. Это чертовски мало. И то, что я заслуживаю чуть ли не миллиона подписчиков, это звучит, наверное, глупо. Но если вы и вправду считаете то, что мой канал заслуживает чуть ли не миллиона, то просто подпишитесь на канал, просто сделайте красную кнопку серой, и все. Таким образом мы можем сделать статистику канала не 90 на 10, а 10 на 90. Но что-то я немножко затянул с подпиской. Так вот, третий мульт. Джимми Кул. Канадский мультсериал, повествующий о приключении жизнерадостного и беззаботливого парня Джимми, волей судьбы, оказавшись в унылом городе Мизерви, недвухсмысленно намекающем на ад. Мультик так же, как Отель Хасбин, выполнен достаточно в кроваво-красных цветах. И стилистикой он немножко такой вырвиглазный. Но давайте не забывать, в каком году вышел Джимми Кул. Да, Отель Хасбин будет для глаза более привлекательным. Я не спорю. В мультфильме, кроме Джимми, есть еще три главных персонажа. Люциус, он же Люцифер, директор Мизантрополя. По совместительству, хозяин данного местного предприятия. Он небольшого роста и с отвратительным мерзким характером. И главная цель его жизни, сделать существование своего народа как можно более унылым. Бизи, он же Вильзевул, это сын Люциуса. И лучший друг Джимми. Полная противоположность своего отца. Добродушный, бесхитростный и слегка трусливый. И Серби, он же Цербер. Домашний пес-циклоп Джимми. Как именно данный мультсериал стал сравниваться с Отелем Хасбин, и говорить то, что Вивьен как-то его плагиатит, я честно так и не понял. Но факт остается фактом. Люди реально сравнивают почему-то этот мультфильм с Отелем Хасбин. В любом случае, все вышеперечисленные мультсериалы никак тем или иным образом не пытаются копировать Хасбин, или наоборот. Все они это творческие потуги их авторов. В каждом мультсериале есть свой шаром и своя история, как и в Отеле Хасбин. И говорить, что они плагиат или копия, будет попросту некорректно. И это я хотел сказать в данном видеоролике. На этом всё. Всем спасибо за просмотр. Да, этот ролик получился немножко в нестандартном формате. Во-первых, начнем с того, что видео идет аж почти 8 минут. Это очень много для моего канала. И я это сделал специально. Я специально продлил этот ролик и сделал так, чтобы он был длинным. Но я смог удержать аудиторию аж до конца ролика. Я просто хочу посмотреть на статистику, как долго вы можете смотреть мои видео. А также в будущем, возможно, я перейду больше вот на 8-минутные видео. Но выходить они будут уже раз в неделю. Ибо, как я говорил от ранее, выпускать маленькие видео по 3-4 минуты и вкладывать в них всего лишь 2 дня, это слишком, как по мне. А тем более, на канале уже скоро 10 тысяч подписчиков и пора уже как-то улучшаться в качестве. Так что ролики будут или раз в 3 дня, или раз в неделю. Что, скорее всего, раз в неделю. Ну, а на этом всё. Спасибо большое за просмотр этого видео. В воскресенье выйдет ещё одно видео. Можно это так назвать недельный марафон. Видео каждые 2 дня. И за это время я понял то, что данное расписание мне не очень сильно подходит. Потому что я очень быстро устаю. И мне очень быстро надоедает делать видео. Поэтому нет. Раз в 2 дня видео точно не будет. Но что-то я опять заговорился. Так что будем заканчивать. Ставьте лайки. Пишите свои теории в комментариях. А также не забывайте подписываться на канал, если вы ещё не подписаны. Просто делайте красную кнопку подписаться. Серой. И не забывайте также про колокольчик. Всех обнял. Всего вам хорошего. Спасибо за просмотр!